А теперь вернёмся в зал суда. Истец Валерия Сычёва недавно освободилась из мест лишения свободы. Первым делом хочет развестись со своим мужем. Ответчик Борис Сычёв дождался супругу из тюрьмы и теперь хочет продолжить семейные отношения. Ваша честь, я никогда не любила, я не люблю своего мужа. Я замуж-то вышла чисто просто даже не знаю как, потому что он меня безумно любил. И все вокруг утвердили, что ты будешь дурой, если не выйдешь, он тебя так любит. Выходи за него, мама его прибегала, на коленях падала. Он у меня такой сын, давай выходи за него замуж, он без тебя жить не может. Ну, в общем, вышла с полной уверенностью, что у него пройдёт эта эйфория любовная, и мы разведёмся. Ну, как и все разводятся, это нормально. Интересно у вас посылка, как-то все разводятся. Нет, ну а чего, когда такая любовная эйфория безумная, она быстро сгорает. Ну, в принципе, жизнь показывает так. Так, ну вот я вышла замуж, но как-то у него там ничего не сгорало, у него наоборот всё возгорало, всё больше и больше. Я не знала, я всё делала для того, чтобы развестись, а он наоборот всё, вот подарки, цветы, вот это всё, вообще меня не отпускало. То есть вот как банный лист прилип и всё, понимаете? Ну, это каторга, я его не люблю. Я не знала просто, что с этим делать. Я же что только не делала, что только не предпринимала о разводе, уже умоляла, просила, уже ругалась, уже всё, понимаете? Вот делала всё, возможно, чтобы развестись. Ну, никак я не могла добиться этого. Ну, в общем, как-то я жила вот так вот и жила, терпела. Родилась девочка у нас, дочка, потом ещё вторая дочка. Я уже всё, у меня уже какой-то пик пришёл. И сколько, простите, сколько лет вы в браке? Уже 12. И вы всё, все 12 лет прилагали непомерную усилию? Да, я прилагала. Вот вы не поверите, а это так. Нет, почему я... Ну, на самом деле это сложно объяснить, но я просто, я не знала, что делать. И вот жили, я уже сказала, всё, давай, Борис, разводиться, потому что всё, у меня сил никаких нет. И у меня уже всё, у меня уже терпения не хватает, мне уже нервы не сдают, понимаете? У меня уже начался какой-то срыв. А он мне слёзы в такую закатил, давай на колени, всё, всё. Я не могу без тебя, не уходи, пожалуйста. Ну, я уже хотела уйти с девчонками, просто уйти. Ну, потом думала, куда идти? У меня же квартиры нет, это его квартира, мне просто идти некуда. А сейчас у вас есть куда идти? Что? Сейчас у вас есть куда идти? Да нет, у меня в Иваново, я в Иваново жила. Нет, ну сейчас вы понимаете, что если суд сейчас расторгнет брак, вы говорите о том, что квартира это ответчика, это не супружеское имущество, то, естественно, возникнет вопрос о том, куда вы пойдёте жить. Я разберусь, Ваша честь. Я просто хочу сейчас решить свою душевную травму, понимаете? Хорошо. У меня уже истерика скромная. Будьте добры, пожалуйста, мне необходимо свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении детей у кого на руках через судебную приставу. Передайте, пожалуйста. Я... Можно я доскажу тогда? Да. В общем, я уже дошла до такого пика, что он меня не отпускал, и у меня уже чуть ли не истерика случилась. Мне пришла голова мысль просто его убить. У меня просто не было никаких сил и никакого терпения. И я открыла интернет, нашла киллера и встретилась с ним. Впоследствии оказалось, что это оперативники. Я ему дала 50% суммы. Он мне через неделю принёс кассету с видеозаписью об убийстве, где он сыграл гениально роль убитого. Меня повязали, я отсидела. Ну, мне дали немного, и ещё выпустили досрочно. Так вот, когда я вышла, понимаете, он пришёл, упал на колени, я выходила с цветами, и просит, давай начнём всё сначала, давай, я тебя люблю, я не могу без тебя. Он что, не понимает, что я его хотела убить? Ну, хорошо. Когда не любишь человека, и когда с ним живёшь? Справочку об освобождении через судебную приставу. Пожалуйста, ответчик. ИСОМ заявлены исковые требования. О расторжении брака. Скажите, пожалуйста, вы на расторжении брака согласны, или вы возражаете против расторжения брака? Нет, Ваша честь, я категорически против расторжения нашего брака. Просто категорически. Пожалуйста, моя жена очень эмоциональный просто человек. Я её, собственно, и полюбил за то, что вот она эмоциональная, взрывная, с ней всегда интересно. У меня уже вот все друзья взрослые женились, развелись, потому что им скучно со своими жёнами. А с ней всегда вот что-то, всегда всё интересно, как в первый раз. Простите, чудное развлечение такое. Приходит оперативник, приходит оперативник, говорит, знаете, тут вас и жена вас собираются убить. Давай сейчас мы вас... Ты не понимаешь, что я тебя убить хотела? Вот он не понимает, понимаете? Ваша честь, это был эмоциональный срыв у неё просто был. И это даже, может быть, вот моя вина была, потому что мы никуда не ездили несколько лет. Я был весь в работе, ни на море, нигде не было. На ней всё дети, дом, быт. Ну, заела она просто вот... Ну, любая женщина озвереет от этого. Ну, сорвалась, я говорю, она эмоциональный человек, взрывной. И я вот не смог сейчас тогда сориентироваться. Сейчас я просто вот выводы сделал, что вот я неправильно себя вёл. Мне не легче от твоих выводов, пожалуйста. Лерочка, Лерочка, я... Ты пойми, ты открой глаза-то вообще, посмотри вокруг. Я тебя убить хотела, ты понимаешь это или нет? Лерочка, всё. Ты понимаешь, что я тебя не люблю? Сколько уже можно этот вверх? Два раза в одну воронку не падает ядро. Какую воронку? Вот сейчас поедем, я купил путёвочку в Геленджик. Какой Геленджик? Какой Геленджик? Какой Геленджик? Да о чём говоришь-то? Какой Геленджик? И у тебя все эти мысли даже из головы. Ты вот через неделю даже не вспомнишь. Я не могу, понимаете? Я не могу жить с таким человеком. Простите, пожалуйста, истец и ответчик, из того, что вы мне сейчас оба-двою говорите, понимаете, у меня ситуация такая, вы заставляете меня впасть в задумчивость... А вот это если вам всё рассказать, всё, что было на нашу жизнь? Нет, не надо мне всё рассказывать. Вы заставляете меня впасть в задумчивость по поводу судьбы ваших детей. Потому что и ваша позиция, и позиция вашего мужа, она меня страшит. Адвенчик, так как вы хотите сохранить семью? Расскажите мне. Ваша честь, ей-богу, у нас нормальная семья. Это у неё просто сейчас вот эмоциональный срыв такой. Мы воспитываем двух дочерей, нормально жили. Куда ты сейчас пойдёшь с детьми? У тебя ни квартиры, ни работы, ну не отдадут тебе детей. Всё равно дети останутся со мной. Им какая вот травма будет потерять мать в такой ситуации? Ну что это такое будет? Что ты делаешь, Лер? Ну нельзя так, честное слово. Понятно, ответчик. Вы просили свидетеля с вашей стороны? Да. Свидетелей ответчика, пожалуйста, пригласите. Свидетелей ответчика, пройдите. Здравствуйте, ваша честь. Простите, вы в театр пришли? Нет, я не в театр пришла. Я вам сейчас всё объясню. Я Сычева Кладия Петровна. Я мама Боречки. Ваша честь, я пришла сюда, чтобы вы сохранили семью моего сына. Всё дело в том, что Боречка у меня хороший парень. И Лерочка у нас умница, красавица. Вот Боря сюда шёл, не успел цветы купить. Мне позвонил, говорит, мама, купи цветы. Вот я купила, привезла. Вы что, не понимаете, что я вашего сына хотела? Так, ответчик, ответчик, верните эти цветы маме, пожалуйста. Ответчик, потом, верните цветы, пожалуйста. Истец, я вас уже выслушала, хватит. Пожалуйста, вы, если хотите где-то истерики устраивать, давайте это будет не здесь. Ваша честь, у них очень хорошая семья. Лерочка хорошая женщина. Она какие песни детские детям поёт, какая у них чистота в квартире, какие она обеды готовит. У них всё было хорошо. Нет, вы знаете, простите, пожалуйста, вот из того, что я услышала, я бы сказала так. Надо истец и дать свободу. Пусть она её выпьет сполна. И просто поймёт, что такое жить одной, потому что ответчик в этой ситуации абсолютно прав. Вам, истец, без места работы, без собственного жилья вряд ли кто-нибудь детей оставит проживать совместно. С учётом судимости, которая у вас есть. То есть попытка покушения на жизнь вашего супруга – это изначально невозможность передать детей проживать с вами. Понимаете? Ну вот как бы невозможность. Вот поэтому, мне кажется, так вот на свободу, из клетки, а, без детей, без заработка и без жилья. Но зато с любовью. Я считаю, что это правильно. Ваша честь, можно я скажу? Ну, Лерочка просто не понимает. Она там пережила, до этого у неё что-то не складывалось. А сейчас она поймёт, что не будет рядом возле неё близкого, любимого, родного человека. Это она вот так вот сгоряча говорит. Ну, люблю я его, понимаете? Я не люблю, я не хочу жить так. А вот сейчас в Геленджик съездят, и всё будет хорошо, отдохнут. Понятно. Суд удаляется для принятия решений. А теперь вернёмся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслышав исковые требования СА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика, рассмотрев представленные документы, брак между супругами расторгает. Суд расторгает брак между супругами, потому что суд пришёл к выводу, что дальнейшее сохранение семьи стало практически невозможным. Поэтому на основании части 1 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации брак между супругами расторгнут. Поскольку неисцом, неответчиком в данном судебном заседании не заявлялись отдельные исковые требования о разделе совместно нажитого имущества, суд разъясняет сторонам, что вы имеете право разделить имущество в течение трёх лет с момента вступления данного решения суда в законную силу. Также каждый из супругов имеет право просить обращаться в суд с иском об определении места жительства детей совместно с одним из раздельно проживающих родителей. В этой ситуации Стецсуд ещё хотел бы раз обратить ваше внимание и пояснить вам, что при наличии судимости по указанной статье, поскольку вы были признаны виновны в совершении данного вида преступления и отбыли наказание, также отсутствие у вас постоянного места и основного заработка и отсутствие соответствующих жилищных условий может привести к тому, что ответчик при обращении в суд с требованием об определении места жительства девочек совместно с ним, скорее всего, решение суда будет в пользу вашего бывшего супруга. Истец, вы довольны сейчас? Истец, а сейчас-то что вы плачете? Я не понимаю. Мне кажется, вы должны танец с бубнами тут нам изобразить. Вы получили, наконец, свободу. Сейчас-то что вы рыдаете? Скажите мне. Почему меня девочек заберут? Так надо думать. Ну где, где они будут жить? На что? Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я из зала суда выхожу как на свободу. А за девочек я буду бороться, я их так просто не отдам. Я все-таки надеюсь, что, несмотря на сегодняшний приговор, моя жена одумается, успокоится и вернется к нам с детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова